добрый день что-то на вас свет падает сильно на лицо как-то маленько уберите вот так вот так хорошо так что хорошо да вы знаете у нас все записывается выставляете выставляется в интернет вы не против но вы я спрашиваю не против я не против все слушаю вас говорите много рассмотрел ваше видео я сам вообще 50 меня зовут алексей и мне вот интересно я смотрел насчет священства видео я говорите о том что церкви нет священства и говорите о том что есть дьяконы епископы да вот я пытался эту тему посмотреть по библии подробно посмотреть и вот ваша эта мысль то что если нет епископа основная мысль если нет епископа то нету рукоположения дальнейшего священника то есть такая мысль а по библии смотрю там пресвитер епископа в первой церкви а это было дождественное понятие правильно не согласны согласно было современной церкви православной но и в других традиционных церквях епископа это высшая категория священства которая именно рукополагает других священников ягонов свитеров и так далее первая церковь этого не было то есть это были дождественные понятия и сами пресвитеры могли рукополагать не могли этого же нету это вы придумали название это не означает что равные название в то время что не оформилась а что могли рукополагать этого никогда не было ни одним человеком не было это говорит уже игнати богоносец ребенок которого христос брал на руки дальше вы уже начинаете говорить чего нету до этого говорили да так а дальше ничего нет вот тогда нужно прояснить епископ и пресвитер это одно и то же не одно и то же название было одно и то же как у нас в город и город и мегаполис а это тоже город но это разница очень большая офицер слово офицер означает себя что младший лейтенант и до полковника доход здесь делается разделение кто старше вначале просто офицер а а потом стали год младший офицерский состав и старше майора вот так и здесь вначале не было разделения в названии а в действиях было сразу же почему да потому что без всякого прикословия меньше благословляется большим а кто больше кто меньше для этого есть церковь у церкви есть основания вот когда мы беседуем с я сам у писятников обратился то есть получил библию у меня обращение не не то что я родился таким и как вот у православных бывает и я стал искать как понимала церковь первые века потом я только узнал от единственно правильный выход есть вещи которые разные мы можем смотреть рассуждать а есть которые везде было одинаково восточной западной церкви вопрос епископата везде был всегда одинаковый и когда мы разговариваем с сектантами вы на это слово не обращайте внимание то общее название всех протестантов мы спрашиваем скажите вот как вы верите ну допустим 50 ники верили апостолы тоже ну да так же а как вы узнали ну а по писанию до кого сколько 21 тысяча названий все по-разному даже 50 ники харизмата и кого только нет адвентисты седьмого дня взаимно исключающие друг другу диаметрально противоположные христос гортия с вами во все дни до скончания века согласно согласно но вы верите как как вот апостолы да ну назовите вот в пятнадцатом веке кого назовете по именам биографию дайте как вы верите никого не давайте назад тогда к первому веку ну апостола перечислили второй век все тупик не баптиста никто не и лютеране никто не назовут чтобы вот так верить как вот пришли вот такие были бритые там в галстуках дальше пришли поплясали разошлись ни поста ни креста этого не было у нас жития святых я допущен знаю 1173 жития за два двадцать веков как они верили как верил поликарм смирский иреней леонский это второй третий четвертый век уже анзотаус василий великий то есть у нас биографии у сексантов ничего этого нету то есть как говорится скандочка я так думаю продолжайте говорите вот мы как рассматриваем историю что все таки вы уплыли подождите минутку вы уплыли что-то дернулась у вас голову поднимите повыше я не знаю почему у вас уплыло то вверху стало большое еще маленько у вас сверху пространство здесь на экране вы что-то там задели свой глазок или что было нормально ладно говорите не наклоняйтесь повторите первые слова мы исходим из того что все таки но протестантская точка зрения что церковь она деградировала конечно с этим не согласны что вот она изначально когда возникла потом прошел прошел процесс деградации то есть уже учение проникло и так далее вот но опять же эту точку зрения не доказать и точку зрения православное то что церковь всегда была имела то же самое учение которое сейчас исповедуют просто что это учение было первым веке во втором и третьем и четвертом мне кажется тоже невозможно доказать и вы будете говорить или вам по частям вот вы сказали и сразу вопрос этот разбирать иначе вы другими вопросами закрываете и тот вопрос уже не невозможно будет найти то у вас вопрос это хорошая церковь деградировала поясните теперь чтобы я понял что означает церковь деградировала и когда назовите факты в чем именно ну смотрите к примеру православие есть учение о том что только священники могут крестить подождите вы ушли опять вниз что у вас там с экраном ну посмотрите наклоните глазок маленько вот как у меня смотрите я сижу по у меня вверху тут места нету и внизу нет вот так вот задержите в этом так повторите вопрос смотрите вот православие к примеру учения о том что только священники могут крестить это есть такое нет такого может крестить и мирянин и даже женщина и мирянин может и даже женщина тогда когда нет священника но раз нет священника кому-то крестить надо у церкви на это правило каноны 7 вселенских 9 поместных соборов и там это все высказано дальше вопрос он и заинтересовал то есть священство и их функции и как вот это было первоначально апостольской церкви первом веке как вот это сейчас есть православие и вот например вот я читал недавно тимофея и там он пишет посол павел тоже про пресвитера пресвитер должен быть такой-то такой-то а потом он сразу как бы переключается что как бы отождествляет все-таки пресвитера и епископа то есть как бы по библии мы не можем четко увидеть разницу между пресвитером и епископа или можем все-таки чтобы вот конкретно вот пресвитер это младший как вы говорите а епископ это старший видите он говорит о нравственном положении какие они должны быть этот критерий распространяется на всех от юга до севера но он берет то в чем язычники разнились в языческом мире который утопал и готов был к полному неспровержению необходимо было подчеркнуть эти качества которые в человеческом организме вообще утеряны были муж одной жены а у них всюду везде это была полигамия они не понимали даже этого и поэтому это было выставлено какая разница разница фактически никакой нет и диакон и все речь шла о нравственности а в нравственном отношении требования критерия один и тот же дальше вопрос вот конкретно чтобы может описание увидите чем отличается епископа от пресвитера именно по писанию нет вы сказали церковь деградировала теперь я прошу пояснить деградировала именно в чем вот например вопросе вот это вот понятия священство то есть они такие диаконы кто такие перед свиттеры они кто такие епископы и пять овадцатый теме говорю о священстве что не градиром в каком смысле мы понимаем так что если это животное значит оно постепенно вымирает деградировал человек Мы верим, что отдельные личности, они, конечно, сохранили учения. Но мы их не знаем. Сразу скажу, мы их не знаем. Но они были в первом веке, во втором, во третьем и во четвертом и так далее. Апостол Павел никогда не говорил о всей церкви. Он говорит, из вас самих вас станут говорить превратно. То есть из них, из их среды, но не сказал, что все такие будут. Я повторяю, церковь святая и непорочная. Вы с этим согласны? Да. Апостол Павел говорит. Дальше мы читаем Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Я, говорит, создам церковь, врата ада не одолеют ее. Вы читали про это? Да. А что такое врата ада? Поясните. Ну, врата ада это все силы тьмы, сатана, вся его власть. Какие конкретно называйте? Какие? Силы тьмы какие? Это для людей, которые в этом мире, они не поймут, о чем мы говорим. Давайте разъясним. К примеру, еретические учения. Еретические учения. Гонители, лже-братья. Никто не сможет церковь сделать скверной, деградирующей. Она всегда невеста, свежая и молода. Это невеста Христова. А люди, которые согрешают, они уже за пределами церкви. Блудники. Павел говорит, что я вместе с вами предать сатане. Его в церкви уже нет. А когда увидело его сокрушение, тогда говорит, примите его, чтобы сатана не увлек его. Нам не безызвестны его умыслы. Даже относительно одного человека, деградировавшего. Он какую-то должность, видимо, занимал, проповедник был. Погряз в блудодеянии, которого нет даже у язычников. Это деградировал. Вот один человек. Но остальная церковь осталась та же самая. Так вот, интересный такой момент. Смотрите, вы говорите о том, что к церкви вы причисляете и православных, и католиков, и коптов, и сирийцев, и армян. Да, именно так. Пять. Это разнородные течения, в которых учения очень сильно отличаются. Не отличаются. Давайте по частям. Не отличаются. От начала давайте возьмем. От начала. Не то, что сегодня они делают. Не уйдите от этого. Они отличаются. Теперь говорите по порядку. Чем отличаются? Давайте. Учения отличаются. Да, давай. Агдер Горен и Армян. Чем отличается православие? Они миофизиты. То есть, они считают, что богочеловеческая природа Христа – это единая природа, а не разделенная, как православие, на божеское и человеческое естество. Давайте по частям. Скажите, вы с их священством разговаривали когда-нибудь? Нет. Не разговаривали. Так вот дело какое, что когда мы с ними разговариваем, и они доказывают документами, когда проходил собор, их на собор даже не пригласили. И они говорят, мы никогда не отрицали то, что во Христе Бога человечества. Я еще ни одного армянского священника, там, епископа не встретил, который утверждал бы, что они монофилиты или монофизиты. Ни одного нету. А зачем нам навешивать на них, чего они не признают-то? Нам что, нужны враги? Это в православных учебниках написано. Смотрите, в православных учебниках об этом написано. Значит, это неправда все-таки. Я говорю с их слов. Я с ними беседовал когда. И они показывают, что мы не были приглашены на собор, когда собор был. Вот, допустим, Эфиопская церковь, Копты. Мы не были на соборе. Как нас можно было занести в монофилиты-то? Ну, действительно, естественно, так. Они так и называют себя. Мы православные. Я беседую. Я говорю, так вы не православные. Нет, мы православные. И вот и все, вопрос снятый. Католическая церковь. Давайте католики, с католиками. Вы, вижу, очень сильно, знаете много разницы. Покажите мне, я этого не знаю. Православная католическая церковь? Да. Ну, к примеру, Чистилище. Доктрина Чистилища. Это пришло спустя тысячелетия. Там уже полторы тысячи лет. У православных-то к этому близко. Когда молятся за едино умершего, за всех. Нет такого догмата православного. Нет такого догмата. Я говорю, близко к этому. Вы не расслышали. Близко к этому. Но это не учение, которое отвергало бы суть спасения во Христе. Это потом люди уже начали придумывать. То есть единственное плано во второстепенном свободе. Главное у них, с чем мы не согласны, это примат папства. Что папа над всеми, везде один, и апостол подчинялись Петру. Этого нигде не было. Мало того, из всех апостолов, сатаной Бог назвал только одного Петра. Когда он сказал, да не будет с собой этого. И все. Я с ними встречался. Нынче мы были в Ватикане. Ну не нынче, а в 14-м году. Поэтому надо смотреть в самый корень. Вот они неправильно кресят. Да, неправильно. С этим мы никогда не согласимся. Что папа брит, и я никогда с этим не соглашусь. Но надо смотреть дальше, что за этим следует. Отрицают они самую сущность или нет? Нет, не отрицают. А это за это они ответят. Но мы должны им сказать. Так, дальше слушаю. Мысль какая? Если это все единая церковь. Вот эти вот пять церквей. Единая церковь. А церковь есть толпа утверждения истины. Истины, так. И врата ада не поколеблют, не одолеют церковь. Не одолеют. Но мы видим, как вы сами утверждаете, что есть уже некоторые моменты, которые разделяют вот эти вот пять церквей. В плане даже вероучения, вот примат, папство и так далее. Так это что происходит? Вошло разделение внутрь церкви? В человеческом разуме. Перед Богом нет разделения. Разделение тогда, когда человек отвергает церковь. Вот с сектантами полное разделение. Они от церкви понятия никакого не имеют. У них двое или трое всего. Двое или трое церковь. Церковь там, где есть епископат. Где епископата нет, церкви нет. Это просто собрание верующих по интересам. Клуб какой-то. Общество. Здесь нет. Я был у них, я подхожу и благословляюсь. А знаю, он благословенный. Он не такой. Не такой ксенс. Я подошел и благословился у него. Григориан Армянский копт. Я смело подхожу к нему православный человек. Меня некоторые православные могут осудить. Я им легко это докажу. Это одно. Но к баптисту я не могу подойти. У него ничего нет. Нет. И поэтому, когда мы говорим, скажите у католиков, вы верите, что в крещении идет прощение грехов? Так так написано. У сектантов нет. У них просто этот значок кубик. А где? В покаянии. В покаянии. Все до одной секты говорят. У них прощение грехов покаяния. А что не в покаянии, я вам докажу в течение трех минут. В течение трех минут. И они все, сто процентов сектанты, сразу соглашаются. Секта узость взгляда на истину. Узость. Как через танковый щель. Давайте попорядку. Все-таки вот есть учение Иисуса Христа, которое в церкви. Если оно не изменилось, то непонятно, почему тогда вы говорите, в разуме все-таки изменилось. То есть это как? Это же доктринально. Доктринально это все зафиксировано этими церквями, все эти различия и так далее. Ну хорошо, давайте смотреть. Апостол Павел признанный нами всеми, как апостол язычников. И что, они одинаковое учение дали для язычников и для иудеев? Нет. Считаем 15-ю голову деяния апостолов. Постановления собрались для язычников и накладывать другого ига. Если вы обрезаетесь, остались без Христа. Давайте возьмем это за основание. Павел сказал. Он пишет галатам. Если вы обрезаетесь, остались без Христа. Но обрезание не нужно. Не нужно. Но сам берет Тимофея и обрезывает. Нельзя быть таким тупоумом тоже. А почему? А потому что отец у него был елен, а мать еврейка. Ради иудеев. Ради иудеев. То есть надо смотреть, когда и что. А что это изменилось? Ничего не изменилось. Петр стал удаляться. Когда пришли, говорит, свои, до этого ел вместе с язычниками, стал удаляться. И Павел говорит, я противостал всем, потому что вместе с ними подвергся нареканию и Варнава, и лицемерил вместе с ними. Так что, тогда Петр лицемер был. А Ян Златоуз говорит, не так. Это два вала, два быка, запряженные в одну упряжку. Если мы одного вала завалим, то второй дальше не пойдет. Наша задача оправдать и того, и другого. А почему он так сделал? А вот теперь не то, что он оправдывает. Это действительно так. Вот у меня в жизни такое было. Я имею какой-то вес там где-то среди своих. А в это время другие делают неправильно. Но я-то с ними вместе. Я говорю, ты сейчас придешь, когда напади на меня, на первого. И я первый принесу покаяние в этом, а другим-то делать уже нечего. И они так и сделали. Он делал это ради иудеев, которые пришли. Он стал таиться, не есть вместе с язычниками. Закон запрещал. И Павел сказал, вот в данном случае ты грань перешел. Не должно быть. Десять евреев, а у меня десять миллионов язычников. И они как теперь смотрят на это? И они согласились с ним. То есть, вот вопросы, как их надо решать в духе любви. Ибо за него умер Христос. Вот я беседую, баптисты больше тут, адвентисты седьмого дня. Скажите, вы знаете, что сейчас идет Великий пост? Ну да, за семь недель до Пасхи у нас пост начинается. Ну да. Вы как, верите, что Христос умер за всех? Я просто рассказываю, на два голоса вам говорю. Да, верю. Ну, вы знаете, что в пост у нас не едят мясо, молочное, яйца и рыбу. Ну да. А почему вы едите? Так и в Евангелии этого нет. Ну, в Евангелии нет, но люди перед вами. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина. Павел, не буду есть мясо, пить вина. Почему? Потому что соблазняется брат, за которого умер Христос. И вы согрешаете против Христа. Вы можете сделать это? А чего я ради буду? То есть, никак. Утроба на первом месте. Я попадаю к адвентистам седьмого дня. Я не ел мясо, там, может, полвека уже. Но у них строго соблюдают правила, не пьют копия, какао-чай. Мне сильно понравилось. Они спросили, а какой травой вы завариваете? Я у них выступал там, приехал там в Алкославский, как его, профессором у них в Заводской академии теперь. Вот. Я понял, что так. Вокруг нас много мусульман. И в моем доме никогда не будет. Даже другим я запретил приносить свинину. Почему? Ибо за него умер Христос. Я спрашиваю. Скажите, вы верите, что в человеке душа и тело? Просто как? Ну да. А что важнее? Все говорят, душа. Правильно. Тело сгниет, а душа остается. Так кто госпожа? Ну, госпожа душа. А тело? Ну, они в содружестве. Симфония должна быть. А Павел говорит, смиряю и порабощаю тело мое. Скажите, как вы порабощаете? Да никак. Рот корытом. Вы никогда не пойдете на это, что ради православных, живете среди православных, не есть мясо. Вы привыкли лопать все подряд. Вы никогда не пойдете на это. Вот и все. Вся ваша вера. Вся ваша любовь. Ласкательствует, пока с ними соглашаешься. Мне один раз только показали. Один раз. Единственный раз. И на 50 лет исключено это из пищи. Не потому, что я хороший, а потому, что я Бога боюсь или боюсь, как бы не согрешить против моего Христа. Вот вам ответ. У меня закон. Я понял, понял. Слушаю вас. Вот смотрите. Диакон. Диакон в православной церкви – это низшая ступень священства. Это помощник называется, переводится помощник. Функция в чем заключается? В том, чтобы помогать пресвитерам при таинстве. Да, следить за порядком, закрывать двери. А если берем «Деяния апостолов», то там, интересно, диаконы, они просто заботились о раздаянии потребностей. Вот их функция заключалась в чем. И вот в какой момент истории произошло такое изменение понятия диакона? Никакого изменения. По порядку давайте. Вы вопрос задали. В какого? Я вам отвечаю. Никакого. Нигде не написано, что они другим-то не занимались. Этого нет. Потому что этим занимались апостолы, пищу раздавали. И им некогда было проповедовать. И они давайте людей, изведанных в Духе Святом, изберем на это дело. А они их избрали. Чего вы их ограничили этим делом-то? Вы сейчас налагаете к этому свое мнение. А у нас есть жития святых. Вот Севастьян. Он диакон. Жития святых, спрошу Севастьяна, знаете? Откуда вы будете знать-то? Потому что вы возникли в 20 веке. Вам откуда осознать-то? А у нас жития святых. На это говорят, да там написать можно что угодно. Это говорят люди, лишенные разума, сектанты. А почему? Да потому что, когда он мученик за Христа, и когда их допрашивали, то у Климента Римского, которому Павел передает привет в послании к римлянам, было шесть диаконов. Диаконов. И они среди толпы стояли, потому что казнили, как в Китае у мусульман голову режут. Весь народ стоял здесь. И они стояли и смотрели, как их допрашивали, как что было. А секретарь сидела и писала. И они, возвращаясь домой, все это записали. И вот когда Константин Великий провозгласил, что христианство будет государственной религией, все архивы перешли теперь в церковь. И стали сравнивать, что записано у Климента Римского и здесь, один к одному. Мои друзья-братья были на суде, когда меня судили. И в это время секретарь записывала. Но когда я был реабилитирован, а реабилитировал надо отдать дела, посмотреть я мог. Я сидел целый месяц и переписывал. И когда сравнил, что наши записали тайно на магнитофон, один к одному. Так невыдуманное. Житие это действительные факты. И вот он чем занимался. Он разносил послание своего епископа. И за этим гонялась Римская империя, не знаю как. И как он умер. У Вавилы были свои ученики. А чем они занимались? Они им помогали. Конкретно в чем, какое было служение, не написано. Но ни о какой раздаче они уже не занимались. Век поставил другие вопросы. А они были их ближайшими помощниками, доверенными. Они тайно проносили почтовое их послание и отдавали. Вот как. И поэтому накладывать... Я не накладываю ничего, потому что дальше не написано. А дальше написано, где уже служили. О каких же те. В это же самое время другие. Они прислуживали им. А то функции, они изменились все-таки со временем. Добавлялись. Они не изменились. Они уже занимались и добавлялись другие. Да, я понимаю, что нельзя говорить о дьяконах, что они выполняли только функцию вот эту первоначальную. Конечно, потом добавлялось. Я согласен. Потом смотрите. Ну просто я смотрю, вот есть все-таки изменения. Подтвердили, что функции, они как бы изменялись. В этом ничего плохого нет. Я не говорю, что это там отступление и так далее. Потом, смотрите, вот такой момент интересный. Крещение Святым Духом. Вот то, что мы, 50-ти, постоянно об этом говорим. Там это было в тияниях через возложение рук апостольских. В частности. Ну, мне кажется, еще, можно сказать еще, что не только апостол, но коснемся этого. Потом заменили на миропомазание со временем. Почему вопрос опять же? Почему? Потому что везде епископы не успевали. В этом не успевали, что? Евангелие, вот вы сейчас говорите, так написано. Я вопрос попутать, сейчас вам задам. Откуда вы узнали, что это написано? Вы ссылаетесь на написанное. Вы говорите, написано в Евангелии. Откуда вы узнали, что 4 Евангелия? Это их было 20. Это я в курсе. Ну, скажите, откуда вы узнали? Просто ответьте. Кто вам сказал это? Что именно это слово Божие? Евангелие, почему не ссылаетесь на Евангелие Басилиска, Евангелие от евреев? Почему не ссылаетесь на эти Евангелия? Я читал остальные некоторые Евангелия, самые примеры, они гностические, то есть они расходятся. Откуда вы это узнали, спрашиваю? Что 4 Евангелия действительно. Кто вам сказал про это? Ну, это личные откровения. Нет, никаких откровений нет. Не надо обманывать самого себя. Эта церковь установила Вселенская. Об этом профессор Мастенковский очень хорошо говорит. Это апостольский профессор Владимир Филимонович Мастенковский. Он не православный. Это времен Ленина, революции. Это был единственный профессор, имевший доступ к студентам. И ездил он и свидетельствовал о Христе. Гора Кормил, горылея. Мы можем говорить о Библии, о каноне. Мы сейчас скажем сначала об Евангелии. И церковь установила этот канон. И мы должны сказать, без церкви ни шагу. Они установили канон. А как? И вот он об этом говорит. Как? Это житие Всехвальной Ефимии описано. Евангелие эти взяли все. Те говорят, у нас Евангелие от Иуды есть, там Иисеев. Понанесли сколько? Оказалось 25. Положили их на престол. Согласились все. Запечатали. И стали молиться. На завтра открыли опять храм. Распечатали алтарь. Зашли. Все валяются на полу. Четыре Евангелия лежат. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но на это профессор Мацанковский говорит. Это нам предание сохранило. Мы не спорим. Но. Но. Но если бы это было и не так, то Дух Святой через престол сознания нашего показал бы, какие есть. Почему? Потому что в других Евангелиях, под именем Евангелия, так и назывались Евангелия, Евангелия Фомы, там находилось такое, что не соответствует тому, что было. То есть, это длительный был процесс. И теперь, дальше я спрашиваю сектантов, скажите, а как вы узнали, что 14 посланий Павла? Их же было больше. Не знают ни на один вопрос. Это все церковь. И если вы пользуетесь церковью, и вы любите Евангелие, Библию, это похвально. Но почему вы тогда не признаете, кто это дал? Не так, что я его возьму у него, а его самого в морду ударю. Кто перевел Евангелие вам? Евангелие, Новый Завет. Кто вам перевел Библию на русский язык? Кто? Скажите. Это четыре духовных академии сделали. Да, да какие переводчики-то были, вы знаете? Ну, ученые. Не просто ученые. Я беседую с Александром Менем. Вы слышали такого? Конечно. Лично беседую. Это еврей. Человек с инсоркопедическими знаниями. Я его спрашиваю, отец Александр, а вы могли бы перевести как хвольцы? Вот он Ветхий Завет переводит, или Павский, Евангелие от Матфея, Псалтырь. Он отшатнулся от меня, говорит, да вы что, никогда. Это еврей говорит. Еврей с высочайшим знанием своего родного языка. Работает с архивами. И он даже в мыслях не допускает. Будьте благодарны, что это перевод Святой Православной Церкви. Так вот смотрите, какая мысль. Я могу ее пояснить, что я имею в виду отличным откровением. Почему мы обещаны, что вот это Слово Божие. Вот смотрите, ну вы знаете, протестанты они говорят только Писание, да, лозунг Реформации, только Писание. Православные как бы парируют, говорят, а кто, откуда вы сейчас вот говорите, откуда вы знаете, что это Слово Божие. Да. А авторитет Священного Писания основывается на авторитете Церкви. Конечно. Авторитете Церкви. Тогда можно дальше продолжить эту мысль и сказать, откуда мы знаем, что Церковь это является столпом утверждения истины, что она... Все, остановимся. Господь говорит, все, я с вами во все дни до скончания века. И Господь не сказал, что Дух Святой покинет Церковь, а наоборот придет с вами, напомнит и научит. И говорит, что вот Евангелие закрыли корочку, и Дух Святой перестал работать. Это не годится. Почему? Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 28 стих. В церкви поставил, во-первых, говорит, пророков, апостолов, третьих, учителями. Я беседую с сектантами, я 53 года миссионером. Я спрашиваю, скажите, ну, кто пророки? Ну, Агав, Ветхозаветние там назовет. А кто апостолы? Ну, начинают. А кто учителя? Они перечисляют опять апостол. Нет, апостолов мы уже написали и закрыли. Кто? Не знают. Тогда спрашивает, а кто? Я начинаю говорить, кто. Первые учителя, Ефрем, Сирин, по порядку перечисляют. Игнатий Богоносец, первый век, епископ, которого львы сожрали во времена римского гонения. Так? От него мы признаем эти шесть посланий или нет? А вы их глаза не видали, как 11 книг из Библии вырвали, а они апокрифические. А вы их читали хоть один раз? Премудрец Соломона читали? Это самая красочная книга в Библии. Самым возвышенным языком написано. Сирахова читали? В глаза не видали. Как можно отрицать? Не читал, но опровергая архипелагулок. Но это не годится так. Все с вами во все дни до скончания века. И если Христа не было с этой вселенской церковью, и его нигде тогда не было, это был не Христос, обманщик. Так вот смотрите, так же можно продолжить мысль, если мы сомневаемся в авторитете Библии, то сомневаемся в авторитете церкви. Откуда мы знаем, что это Библия, тогда вопрос, откуда мы знаем, что это церковь. Вот видите, можно так вот пойти. Так вот, как мы это видим. То есть смотрите, написано в послании к Римлянам 10-17. Итак, вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Когда я уверовал, как я уверовал, то есть через человека. Человек мне рассказал о Христе. Откуда я знаю, что он сказал истинно? Откуда я знаю? Не потому, что он сказал это из Библии. Для меня Библия была не авторитет. И не потому, что он был членом церкви или не был членом церкви. Это мой дух отреагировал на Слово Божье. Поэтому откуда я знаю, что Библия это Слово Божье? Я ее раскрываю и читаю, и мой дух касается. Берут гностические Евангелия, Евангелие от Фомы, Апокрифиана. Там совершенно иной дух, совершенно иное воздействие на сердце человека. Но если вы читали, вы знаете, вы чувствуете, наверное, духовно, что гностические послания, они там такие рациональные, они под сильным влиянием греческой философии. То есть очень явно это и... А это? И откуда я знаю, что это Слово Божье? И откуда я знаю, что Церковь это тело Христа? Да, в котором Дух Божий. Потому что мой Дух, Дух Божий, свидетельствует Духу моему. Вот откуда я знаю. Только по этой причине. То есть меня не Церковь заставляет верить, что это Слово Божье. Потому что я могу и в Церкви сомневаться сказать. Откуда я знаю, что Церковь это организация Бога? Нет, что это тело Христово. Я знаю, потому что это личное откровение. Что я имею в виду личное откровение? Это свидетельство Духа Святого моему Духу. Сей самый Дух, свидетельствует Духу моему, что мы дети Божьи. Вот, только по этой причине. Давайте мысленно вообразим, что вы сегодня пришли не один, а пришли знакомые Баптисты, Адвентисты и Яговисты. Они сидят рядом с вами. И все говорят те же самые слова. Таких-таких названий, повторяю, говорят исследователи, 21 тысяча. Это вообразительное. У всех Библия. И поэтому ссылаться на то, что вы ссылались, нельзя. Это можно говорить с большой натяжкой к отдельным личностям. Вот я веду занятия в университетах разных, и мне задают вопрос. Приходят Баптисты, а как вы считаете, Баптисты имеют Духа Святого или не имеют? Я говорю, в Библии написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Скажите, и вы его признаете, что он Господь? Да, сидят писяцники. А вы его признаете, признаете, это открыл вам Дух Святой. Дух Святой, не то, что мой Дух. Дух Святой коснулся, и душа твоя услышала голос его. Вот откуда, от Духа Святого. А дальше вы засохли на первой ступеньке, церковь не признаете. Вы стали создавать свою какую-то организацию. Вы остановились на первом, у вас развития это никакого нет. Вы сироты, вы не дома. Что интересно, из сектантов, когда у вас приходят люди в православие, у них первые слова были, вы посмотрели, с какими слезами радости говорят, наконец-то я вернулся домой. А сам православным никогда не был. Ну и мы все время чувствовали, вот как Питер, Гилквист, 2000 сразу пришло. Они путем исследования нашли это. Церковь Христова, святая непорочная. А какие-то недостатки где-то. А вы что, святые, у вас нет недостатков? Да вы на себя гляньте со стороны, своими глазами. Это вы в своем обществе друг друга нахваливаете. Не по стане креста так можно быть, конечно. В вашем тебе скажите, чтобы брюки не носили. И у вас половина девок-то и не будет. Я знаю, как вы себя ведете-то. Я жил у вас на кафедре был. Проповедовал в центральных городах России. И знаю очень-очень хорошо. Вот особенно 50-ники. Самая блудливая секта. Нигде такой измены нету в семьях, как у них. Одно... Еще раз я сейчас говорю, сказать это. Самая блудливая. И каких только нет. Седьмая заповедь нарушена. И при святой рае, где бы ни приехал. И все жалуются все время, что делать. Только вопрос. Вот я был в Молдавии там. У них там винопитие. Выходит за капельную и едва держится. Говорит. Ну скажите проповедь про вино. В Грузии был. Там несколько другое. Я в разных местах, где проповедовал. И ко мне подходят тамошние пресвитера. И говорят, вы проповедь могли бы на эту тему сказать. Но мы замучились. Так что... Для ясности, говорит, замолчим этот вопрос. Ну, насчет того, что 50-ки все-таки разные направления имеют. И в этом согласны с этим. Потому что разные все-таки есть люди в разных характерах. Да. И по количеству сумасшедших в сумасшедшей доме на первом месте стоит. Прямо на месте. Вот сейчас харизматы. Это от них вывалились. Прямо на четвереньках лает, вяжет и повели на веревочке. Это я знаю не понаслышке. Это моя духовная родина. Но я там ничего не имел. Я ничего не имел, кроме того, что получил Библию. Смотрите, вот эта мысль интересная. То, что вы говорите, множественность конфессий. Но мы то же самое и говорим о православии с вашей позиции, что четыре православные церкви в рамках православной церкви. Ой, пять. Пять, извините. То есть, получается, что этот аргумент, он и против нас, и против вас. Можно так сказать. Нет, тут другое. Все знают церковь. Ни в одной из них нет нерукоположенных пресвятеров и епископов, которые не имели бы связь с апостолами. Ни одного. И связывать не надо. Вот это нас объединяет. Мы все от апостольских времен. А сектанты, они сами друг от друга расщепляются. Атомные расщепления атома. И конца края-то никакого нет. Я говорю о разнице в учениях. Почему? Одна конфессия отличается от другой. То есть, это и против вас аргументы против нас. Я ни разу не спорил с католиками. Ни разу в жизни не спорил. С Григориным армянами никогда не спорил. У нас все общее. Я не могу поднять ни один вопрос. Если встречаемся с сектантами, непрерывные вопросы. И они ни на один не могут ответить правильно. Ни на один. Вот я говорю, ну просто вы, может быть, уже смотрели на нашем видеоканале. Я говорю, явится на небе знамение сына человеческого. Что это такое? Ответьте вы. С вашей позиции крест. Ну а ваша, вы что скажете? Знамение сына человеческого – это явление Христа. Ну что именно знамение сына человеческого? На небе явится. Что? Точно не знаю. Я конкретно... Да хоть церковь знают. И три причины показывают какие. Это Иоанн Златоуст. Зачем мне говорить, что мне открыто, как Иоанну Златоусту? Во-первых, жизнь моя не похожа на него. Что им Бог открывал? Какими дарами они обладали? Это надо просто знать. Вы о Серафиме Саровском слышали, когда лицо его, как у Моисея, покрывалом надо было закрывать, как оно сметилось. Человек только на земле числился. И тебе открыто. Что тебе открыто-то? Ты ищешь свободу. Я не конкретно к вам говорю-то, чтобы раньше времени от меня не убежали-то. Надо быть внимательным. Вы говорите, у нас разные конфессии. Выброси эти слова выдуманные. Нету их конфессии. Есть верующие, церковь и ересь. Конфессия. Откуда вы берете эти слова лживые? У православных. Можно сказать, как... У православных окормлять, каноническая территория, воцерковлять поганейшие слова. И вы у себя, я их выкидываю, вы у себя выкиньте эти, и тогда вас вообще нет нигде. Идите в церковь. Ну, можно сказать, как угодно. Там секты, деноминации, еще как-то. Я же вопрос-то не в этом стоит. А то, что... Вот смотрите, два момента я уяснил для себя. То есть и церковь, с вашей позиции, это пять вот этих церквей. Все-таки там есть разные учения. Вы говорите в умах, ну, пускай в умах, но они доктринальны. Наши протестантские движения тоже. Множественность конфессий, еще побольше ваших. Хотя тоже в рамках католичества и старокатолики, и новокатолики. В рамках православия есть и старообрядцы различных видов, и православные всевозможные. Поэтому тоже очень множественности в рамках вот этих пяти даже церквях. С разными представлениями о Боге и так далее. То есть разные учения. Ну, вот такой вопрос вот о священстве, да. Вот это меня очень сильно затронуло. Потому что действительно, это как бы аргумент такой, что через рукоположение, да, имеется. Ну, давайте по частям. Смотрите, чтобы нам одним вопросом, я говорю, не задрушить другие это. Я беседую с баптистами. Скажите, вы говорите, у нас церковь... С какого времени вы стали церковью? Откуда вы взялись? Христос не сказал, что я церковь новую образую в 1609 году. Джон Смит залез в воду, сам себя руки положил, я пресс-фитер. Ну, нет такого нигде. Это же выдумка, детская игра. Песочники. Ну, я говорю, вы признаете, что вот это правильно? Ну, это ваше основание, ваше, вы. Христос основею, говорит, церковь и врата Ада не одолеет. То есть, ни второй раз не будет он ее создавать. Это выдумка, нет церкви. Вы словом церковь никого больше не называете, у которых нет епископата. Это не церковь. Я закончу сейчас, закончу. Скажите, вот сейчас у баптистов здесь отделилась молодежь. Я про Барнаул говорю. Отделилась совершенно. Вы же там 35 человек, и себя они избрали. Скажите, я его спрашиваю, вы признаете их? Да, конечно, нет. Но они разделились, отойдя два года назад, теперь еще раз разделились. И от них вышел человек, который, ну, говорит даже страшно, какие, назовем, грехи-то. С ним даже рядом стоять нельзя. Но он теперь едет и причащает других, ломает хлеб, и там такие же люди, отступники нашлись. Вы их признаете? Они даже морщатся до зубной боли. Но это уже совсем. Я говорю, ну, а чем вы отличаетесь-то? Если их вышло 30, вы не признаете, а тех-то вышло всего 5 человек, только первые. Вы на основании... Откуда вы-то, 50-ники, взялись-то? У вас ничего нет, кроме выдумки, бесовского содержания. Первый услышал, заговорили какие-то слова. Да я вам, 50-никам, в течение пяти минут докажу, что у вас бесовщина сплошная. Почему? Если нет толкователя, молчите. Вы нигде не можете молчать. Вы тараторите и орете. Все, как гуси перед заколением. Я говорю, вы знаете, что нельзя говорить, когда нет толкователя? Ну да. Ну вот, я с ним разговариваю, его Николая с батей. Я говорю, вот сейчас жена, склонились молиться, твоя жена... Фатер-фатер, мутер-мутер. Уди-уди-уди-уди-уди-уди. Приди-приди-приди-приди. Это 50-ники, харизматов не было. Да я ей говорил уже, Лиза, ну чего ты так? Ну а ты-то чем лучше? Это от лукавого. Языки закончились в 3 веке, потому что везде уже церковь пустила корни, везде. Оно для распространения. А как же написано, языки знамения для неверующих? Для неверующих? Для каких? Ну кто придет? Да кто придет и скажет, не объяснуетесь ли вы? Правда. А для кого неверующих? Иоанн Златоус объясняет. Для тех, которые получили, тогда был такой дар, есть языки иные, апостолов, и незнакомые в Каринской церкви, что человек уверовал, а ему евреи долдонили, говорят, тебя Бог не примет, ты языщик. И они искали какого-то свидетельства. Неверие в нем заключалось. И для уверовавших, но их сбили с толку, нужно было вот это знамение языка. Вот о чем. Они не понимают, о чем говорят. Нет толкователя, молчи. А если толкователи есть 2 или 3 за все богослужения? Ну ничего не сходится. Неужели вам не говорили, что это другой дух-то? Вот когда вы говорите о языках, вот сейчас вы сказали целую речь, у меня сразу тысяча аргументов против, я знаю в описании. Но это другая тема. Мы можем с вами отдельно потом поговорить. Хорошо, хорошо. Ну я вам сказал только, чтобы вы знали, что неблагополучно это. И стоило ли ради этого отделяться, чтобы бесов тешить? А ты здесь трудись, где церковь? Где церковь, там трудись. Подними на ноги. Давайте поднимем церковь, церковь конкретно. А вы можете дать определение церкви, что есть церковь конкретно? Да, это душа, обращенная ко Христу, уверовавшая во Христа, среди которых есть епископ, священники, то есть трехчинная иерархия. Все, другого толкования нет. А на постольких времен, имеется в виду, не просто как у баптистов, епископ, он не епископ, он самозванец. Я понял, через рукоположение. На будущее, когда у нас разговор будет, вы числа 16 главу читали? Да. Самое страшное наказание за что? Живьем в ад вместе с семьями, шатрами, со скотиной. За что? Когда подавали себя за священник. За деление, за деление, за сектантство. Это участь всех еретиков, сектантов. Самое страшное наказание. Какой бы я ни был, я имею возможность прийти к Христу. Сектант не имеет этого, он не идет на исповедь, он сам себе царь и бог. Давайте еще церковь разберемся. Королесить-то не надо, ты сходи один раз хотя бы на исповедь-то, хорошему пастыре-то. Он тебя разложит по полочкам-то. Тебе грех уже сладким не покажется. Смиряю, порабощаю тело мое. Смиряю, порабощаю. А этого нет у сектантов, они этого даже не слыхали. У нас тут приезжали адвентицы седьмого дня, и они тут откупили сто тысяч, каждый день платили дворец спорта. И как они обращают людей. Это совершенно неверующие люди. Это театр кукольный. Как они говорят, как одеты, там накрашенные в брюках, там сиськи наружу. Да ты посмотри на мусульманах, как одеты-то. Глянь маленько. Что ты на себя берешь-то, функцию какую? А для вас адвентисты они никто. Они ни воскресенье не признают, ни душу у человека. Дошли постепенно до этого? Братья наши. Как и вы. А вот смотрите, вот вы уверовали через 50, в 50-ческой среде. То есть там в вас все-таки дух Божий коснулся, именно в этой среде. То есть вы не отрицаете... Я поясняю, как было. Я очень любил, в то время, с детства у меня-то любовь была к бабушкам. Я так воспитан был там. Отнести, накормить, напоить. Они одинокие, заброшенные. То есть у меня, вот внутреннее у меня было это единение от Бога побуждения. Я матрос, я работаю, учусь в высшем мореходном училище, сошел на берег. И гляжу, бабушка несет сумки. Да я подскочил, баба, разреши помочь? А дорога-то стал спрашивать. Город Венсплс, Латвия. А у вас тут верующие есть? Так а вот мы идем, вот у них молитвенный дом. А кто это? А она не знает. А там были и литеране, и баптисты. Я ее довел на место и скорее туда. Захожу. Латыш подходит. Я сейчас стою, не могу понять, что он там говорит этот вверху-то. У них там лесяца винтовая кверху. Пресвитер. Путитесь. Он хороший человек оказался. Я этот подошел по-латышски спрашиваю, а я уже по-латышски разговариваю. Я говорю, я не понимаю. Как не понимаете? Да вы же по-латышски говорите. Я говорю, я не понимаю слова. Это новый словарь. Я его не знаю. Я политические газеты считаю там, это религиозное. А я Евангелие-то в руках не держал-то. Он говорит, а вот дверь туда пройдите, там русские. Я когда зашел, правда русские. Но я и на русском языке не понимаю. Хотя в это время я учился на семи языках занятия веду. И мне много слишком Бог давал-то. И я понял, я никто. И один из них, тогда я шагнул, у меня билет в кармане в кино был. А он за мной, дядя Миша, и пригласил к себе. И я у них, они мне сказали, а ты такую книгу читал? Новый Завет. Не видал. И они стали обедать, а мне его на столе оставили. Когда зашли, я считаю шестую главу уже. Я говорю, книжка очень хорошая. Это не книжка, говорит, Евангелие. И они предложили молиться. Но они стали, склонились, на языках они не молились, они остерегались. Но я стал совершать крестное знамение, и в землю, голова, руки, колени до пола. И они, говорят, слышать ветер, то подумали, как в день Пятидесятницы, шум ветра-то. А потом, говорят, ладно, хоть так молиться. И они мне дали Евангелие. Все. Больше я от них ничего не получил. Ничего. Но уже через где-то три с половиной месяца я у них был на кафедре, уже проповедовал. Никаких языков, ничего не было. Там было много разных сектантов. Я постарался со всеми познакомиться. И понял, это не от Бога. Мне Бог это сразу показал. Почему? Потому что все разные. Я решил, нужно найти то толкование, которое, когда церковь была неделимая, единая. Я стал идти книзу туда. И я нашел, когда она была одна, и то толкование. Оно у меня есть, я его издал трехтомник. Новый Завет. Полное толкование с апокалипсисом. И я понял, что меня Бог избрал, наградил. Стал с ними беседовать. Они, как говорится, доминушки повалились сразу. У них ничего нету. Они на одном месте стоят. Разбития никакого нету. А мне Бог показал. Это святые отцы. Ян Златоус, самый плодовитый. Двенадцать томов. Толкование Нового Завета, Ветхого. Я-то углубился туда, считая и конспектирую. И я понял, мне это никогда не будет открыто. Почему? Бог избрал их. Мне надо это выполнить. Вот в чем дело. Я знаю ваше состояние. Я такой же был, как вы. Но мне Бог показал, ищи там, где было нераздельное. С вами во все дни. А с кем, сейчас не поймешь, что тысячи. Я решил в 1930 году, в 1930 году, было, не в 1930, в 1913 году 130 сект было. А уже дальше, уже через 30 лет, уже было 300 сект разных. Я решил идти к низу. И, наконец, дохожу два. Два там разделения. Ну, а где? С вами я во все дни до скончания века. Но где из двух-то? Я решил тогда искать, когда одно будет. И тогда я нашел. Я понял. Если там его нету, то его нигде нету. Простым путем. Математическим. Я сам историк в образовании. Я пробовал разобраться в истории христианства. Смотрел. И вселенские соборы. Какая-то путаница. Это просто что-то с чем-то. Поэтому это разобраться. По порядку. Вселенские соборы. Скажите, какая путаница? На каком соборе? Конкретно. Чтобы вы сейчас увидели, что вы сказали, поторопились. Первый вселенский собор. Какая путаница? Ну, смотрите. Если берем даже Первый вселенский собор. Это у нас 325-й год. И что? Икейский собор. Там был принят символ веры частичный. А до этого уже были разногласия большие. Там была и Савильянская ересь, и Арианская ересь. То есть уже были... На соборе. На соборе говорите. Сейчас не отвлекайтесь. На соборе. Что там было вот такое? Как показали вы? Потом там было как? Сначала до 325-го года. А потом там вроде бы как разбойничий собор. Арианский. Когда он был? Чуть позже. Я не помню конкретно. На Первом, вы сказали, на Вселенском соборе. Арианский меня не интересует. Вы сказали, Первый Вселенский собор. Конкретно покажите, какое правило и какое оно вопреки Духа Святого принято. Конкретно, четко, чтобы вы увидели, что вы поторопились. Нет. Они все правильно сказали. Все Вселенские соборы. На них присутствовало в общей сложности 2000 епископов. И брать на себя миссию опровергать что-то. Я ими занимался три года. Переводы, симфонии составлял. Ничего нет у противоречащего. Они нужны. Это вехи. Вехи на пути в Царствие Божие. Вот смотрите, дохалкидонские церкви, это миофизиты, монофизиты и так далее. Они не признают там последующие соборы. После четвертого, кажется, да? Ну. То есть не признают. И там я смотрел по истории Вселенских соборов. Там в чем смысл? Есть разные критерии определения вселенскости собора. То есть все ли представители всех церквей участвуют? То есть все ли церкви участвуют? Там та же самая, там сирийская и так далее. То есть все ли они участвуют в этом соборе? И с этим была проблема, потому что там не могли все представители приезжать на все соборы. Там по разным причинам. И вот отсюда возникает вопрос, является ли собор вселенским или нет? И здесь разные подходы. Является, уже принято. Нам не надо отталкивать. А кем принято? Вы на одно сейчас ухватитесь? Это не вселенский. То есть это уже игра начинается. Страха Божия нет. Церковь признала, вопрос снятый. Один, два, три не пришли, это ничего не значит. Из островов не приехали. Вселенская церковь. Все собрали. 4-й Средневский собор, 630 епископов. Да по тем-то временам это даже сказать нельзя. Это 99,9-х. А иконоборческий собор, там 313 епископов? Так, и что? Когда он был? Точно не помню. В 787-м, запомните, легко запоминать. Все соборы, считая 7-го, они уже в 4-м веке. Все почти в 4-м веке были и поместные. Поэтому нам легко рассуждать-то. Потому что мы знаем, вот здесь вот теперь шло установление стен, возведение здания. Как пастырь Ерма об этом пишет. Хорошо, что вы это знаете. Но никогда не говорите, то что, ну просто поторопились сказать. Там никакой путаницы нет, противоречий нет. Они нужны. Вот у меня, ко мне приходят 50-ники. И говорят, вот у нас пресвитер, ну там, я даже сейчас не знаю точно, пресвитера он или нет у них. Это Барышников Алексей ко мне пришел и говорит, ну вот 7-й заповедь нарушил, брат, а проповедник хороший. Что нам делать? И зачем ты меня спрашиваешь? Ну у вас какие-то правила есть. А у вас какие? Да у нас ничего нет. То есть они сироты. Я говорю, правило гласит так, что если это был служитель, ну вы-то не служители, вы только думаете, вы самозванцы. То если священник, с него санк снимается навсегда, навсегда. Но в этот же день он может причаститься. Почему? Два наказания за один грех не существует. А если мирянин, вот я мирянин, то меня отлучают от церкви на 7 лет. Так это много. Ну ты меня спросил, я тебе ответил, я никогда не спорю. Я возвещаю один раз, а ты не принял, тема закрыта. Я понял, ты не избран, твое имя не написано на небесах и весь сказ. А мы решили его на 2 месяца. Потом приходит, говорит, он опять впал. Там, прелюбодейка пришла и сказала, что делать? Я вам уже говорил, вы не приняли. Дальше не спрашивай больше, не искушай меня. Зачем тебе это нужно? У нас правила и правила четкие. А сегодня в церкви не соблюдают. Как Андрей Кураев там расколупал, это голубое лоби да прочее. Их всех надо извергать из сана. Неправильно крестит, без погружения. 50 апостольское правило. Да будете извержены. Вот мне говорят, более стойко держаться за все, как вы, просто никого нету. А мне Бог дал не смотреть на вас, а смотреть выше голов. Я ни разу, никогда ни одному человеку не угождал. Так написано и вопрос снят. А для Бога кто ты, царь или нищий? Спрос будет с того написано. С начальствующего строгое взыскание будет. Прямо для Соломона. Я это понял. Ну смотрите, вернемся к церкви. Очень как-то обширно все говорим. Да, да. Что такое церковь? Написано, всякие верующие, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Как это понимать? То есть вы признаете, что среди всех, можно сказать, конфессий, сект, номинаций, есть верующие в Иисуса Христа, и они от Бога рождены? Я впереди вам говорил, когда мне задают вопрос баптисты, 50-ники, адвентисты. Момент, когда они признали Иисуса Господом, это веяние Духа Святого. Духа Святого. И в этот же день они засохли на том месте. Дальше начали худеть, и Господь покидает их. Я вам ответил на вопрос. И веяние рождение. Дальше они разбредаются друг против друга, идут, новые секты образуются. Никаких деминаций нет. И ересь, ересь дробится и дробится. Церковь единая. Рождены ли они, баптист, который уверовал, покаялся, уверовал во Христа? Рожден ли он от Бога? Видите, вопрос я вам отвечаю, как рожден, уверовал, признал в Духе Святом. А рожден ли? Это вопрос индивидуально. Он думает, что рожден, он головой рожден. Дело показывает. Рожденный от Бога не грешит. В первом послании Яна написано. А они во грехе живут и не чувствуют это. Дух их не обличает. А верующего за взгляд, как ты смотрел, ты внутри себя гневался на брата человека-убийца. Рожденный от Бога. У него все другое. Другие полумыслы. Другие еще славания. Но баптист может зародиться? Вот услышал он евангеры. Может. Но дальше он умирает. Умирает, дальше он не идет. Он не в церкви. Вне церкви он может родиться. Но для этого необходимо соблюсти все три правила. Первое. Признать себя падшим окончательно навсегда. Погибшим грешком. Второе. Веровать, что нет спасения. Ну, возьметь за грех смерть. Только через Христа. Эти пункты у него есть. Дальше и крещение. К крещениям у них сразу начинает тормозиться. Благодати нету. Крестить благодатный священник его не может. Его нету. И отпущения грехов может и не быть. Тут уже закрыто. Закрыто. Я говорю предположительно. А в крещении прощаются грехи. Встань, крести себя, мой грехи твои. 22.16. Деяния апостола. Сектанты этого не знают. У них покаялся. Вот я говорю, скажите. Ну, все, абсолютно все одинаково отвечают. Где бы это ни было. За границей я выступал. Все говорят, да, так. А когда? Ну, осеял свет Саввла. И он упал. И он три дня сидит слепой. Он прощенный? Конечно, прощенный. А как вы узнали? Да потому что зашел Ананя и говорит, брат Саввл. Ну, правильно, братом назвал его. Но грехи прощены? Прощены. А он зачем? Говорит, что ты медлишь? Ты можешь умереть в этом состоянии? Встань, крести себя, мой грехи твои. А не на нем? Почему? Потому что омовение в воде, когда благодатное крещение. Откуда известно? 2.38 Деяния апостола. Покайтесь. У сектантов как? Покайтесь для прощения грехов. И креститься для обещания Богу доброй совести. И получите дар Святого Духа, заговорите на их языках. Не так. Покайтесь, запитая. И докреститься каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Для прощения. И получите дар Святого Духа. То есть, первые два момента, вот эти два момента сектанты очень хорошо знают. Благодать трех видов. Это говорит Феофан Затворник. Благодать призывающая. Это проповедь. Вера отслышания. И благодать обращающая. Ты откликнулся на это. И третья благодать освящающая. У сектантов его нет ни процента, ни тысячной доли. Потому что она вся в церкви. Там, где есть епископат. Но у православных первые два хрома, они так ходят и ходят мертвые. Они не услышали Слово Божие, вера не отслышания. И слышание не от Слова Божия, от басен, от побасенок всяких. И вот это надо нам соединить. Не всегда нам соединить, а правильно. Чтобы вы получили священство. И тогда, я на то иду, я не патриарх, но сказали бы, а вот обязательно им эту одежду носить, как священники? Я считаю, не обязательно. Тут можно пойти на компромисс. Есть вещи, в которых нельзя идти, здесь можно пойти. А они скажут, ну а у нас икон не будет, лишь бы не хулили. Пусть иконы не будет. Это я говорю, лично мое мнение, лично мое мнение. Я очень и очень в этих вопросах лояльный. Все-таки от вас немножко веет чем-то протестантское. Вы уж извините. А что это протестантское? Стереотипное мышление насчет православных людей, возможно. Вот, я как бы в этом каюсь, да. А так от вас все-таки есть что-то такое. Они хорошие люди, все, но они не в церкви. Они хорошие. Но только они не в церкви, повторяю. Церковь там, где есть епископат. Давайте начнем церкви. Вот смотрите. Церковь – это тело Христова. Да. Все вы, тело Христова, порой члены. Колоссиным 1.18. Колоссиным 1.18. В отдельное общение он говорит. А всякие верующие, что Иисус и Христос от Бога рожден. И дальше мы тогда говорим о возникновении церкви. Это день Пятидесятницы, правильно? Понимаете, вот сейчас дальше говорите. Надо пояснить. Это Иоанн сказал. Он имеет за этим и другое в церкви. Допустим, человек говорит. Блаженны нищие духом, ибо их я старство небесное. Мне ничего больше не надо. Зачем мне Христос и прочее? Блаженны нищие духом. Я добиваюсь нищиты. Ну, нельзя на одном предложении это останавливать. Блаженны нищие духом. Блаженны чистые сердцем Бога узрят. Так ты чистый или нет, еще сам себя определяешь-то. А я Бога узрел. Как ты его узрел? Ты его представил таким, как он. Ты подумал, что я такой же. Считай, 49-й псалом-то. Блудника видишь, сходишься с прелюбодеями, сообщаешься с ворами, берешь проценты, накладываешь. Ты подумал, Бог говорит, что я такой же, как ты. Изоблещу тебя, представлю пред лицо твое беззаконие твое. Здесь надо быть очень осторожным. Он уверовал, рожден. Уверовал, принял Христа за Господа, но может и не рожден. Рожденный, перерожденный. Это поворот. А такое случается очень редко у сектантов. Он остался в своем. Вот смотрите, как это происходит, рождение свыше. Потому что я знаю, что это такое. Это когда вера приходит не в разум, а в сердце. То есть как это можно сравнить? В разум пришло слово Божье в разум. Это как зерно, которое в мешок попало, оно не принесло плода. А слово Божье, которое попадает в сердце, оно рождает веру. То есть это зерно, которое попало в почву. И оно приносит плод. То есть я четко вижу развлечение. Это истинное рождение свыше через веру до Христа. Или имитация. То есть это я как раз, ну, очень хорошо это понимаю. Я видел множество примеров людей, которых были грешниками, да, ну, такими, на которых уже все ставили крест, мне сказали. Те, которые обратились и стали, стали очень нравственными людьми. Ну, я так, грубо говоря, конечно. То есть я знаю, что такое рождение свыше. Вот вопрос. То есть вы как бы не считаете, вы считаете, что есть рождение свыше в разных, ну, можно сказать, сектах, да? Я говорю, признавший Христа за Господа. Я не сказал рождение свыше. Я не говорю эти слова. Он признал Дух Господа. Это Дух Святой его побудил признать. Дальше я этого не иду. А рожден ли я не могу знать. Я вижу, что изменений в их жизни никакого нет. Они какие были, такие остаются. Ну, потом можете посмотреть, вы сказали, что он рождается, а потом умирает. Он обращается, признал Господа. На этой ступеньке рожден ли нет, повторяю, не говорил я эти слова. Но на этой ступеньке он может быть рожденный. Может быть. Может быть некоторые родились, но дальше не идут, а они замирают, и ничего нет. Вот вы говорите, мой Дух ответил так. Если этот Дух ваш соединен с Богом, то как Дух Божий вам не подсказал, что церковь имеет такое наследие, толкование и все? Почему вам теперь надо соображать от Бога, не от Бога? Выходит, вы свободно ставите под сомнение тысячелетний опыт церкви. Как будто его и не было нигде. А люди это мученики, умирали за Христа. Вы себя свободно ставите наравне с десятками тысяч епископов. Как это может так быть? Ну как? Что мне открыто? Мне не открыто. Я могу сказать, не открыто. Мне открыто одно, что церкви открыто Духом Святым. Я говорю, Иоанн Златоуст в пятом томе толкует так псалтырь. Я поясняю, откуда мне это известно. Теперь я это опробирую в встрече с сектантами. Когда я узнал, как это применил, они ничего не могут ответить вообще. Я говорю, а что такое в двух непреложных вещах? Это храм Духа Святого, скажите. Вот храм Духа Святого. Понимаете? Местилище Духа. Вот откуда вы знаете, что церковь – это вместилище Духа Святого? Вы скажете, в Евангелии написано. То есть это каша получается. Замкнутый круг. Нет, откуда вы знаете, что... Понимаете, это опыт церковный, который выделил. Есть люди канонизированные, умерли за Христа. И остались их труды, как, допустим, Иеронима Стридонского. Когда он это написал, о нравственности священства, язычники от руки переписывали это творение. Он умер в 420 году. От него самые лучшие друзья отвернулись. Что ты сделал? Какой позор церкви? Ну, их никого больше нет, а он остался. Самый почитаемый в западной церкви. Вульгата перевел, это он. И он до самой середины дошел, куда церковь заступила. Почему такие священники? Но он остался в церкви. Вот этот шаг совершенно неправильный. А я отдельный корабль построю, детский, на доску сяду и переплыву океан. Никуда ты не уплывешь. Ты в церкви должен работать. Вам много, давно, вы молоды. Давайте проследим вашу логику. Смотрите, вот есть такая понятие священное предание. Это опыт жизни церкви во Святом Духе. Определение классическое. Вопрос сразу, откуда мы знаем, что это священное предание? Откуда мы знаем, что церковь это церковь? Вот смотрите, вы рассказывали о своем обращении. То есть, вам оставили Евангелие, вы открыли и стали читать. И дочитали там до шестой главы. И поняли, что это что-то больше, чем просто слово человеческое. Откуда вы это знали? Вас церковь это убедила? Нет. Я поясню. Вы задали вопрос, задаете. Я сразу отвечаю. Я искал все время, покупал атеистические книжки в двух экземплярах. Из них вырезал на одной божественной, написанной там на листике, чтобы склеить. И все это склеивал. Я не слышал слова Библия. Я искал везде, где только можно было одно слово, я его скорее к себе. Я с детства был избран. Я все время стоялся от товарищей спрятаться где-то, мне помолиться. У меня все время побуждение было наедине быть с Богом. А мне пять лет всего только. В степи. И мне какие откровения Бог давал. Я избран был. На мою биографию нельзя равняться. У меня как у Савла мгновенное обращение, минутное было. Вот так. И поэтому долгое перерождение. Мне очень трудно в это войти. Я этого не пережил, чтобы годами переходить. Я перешел это в течение одной минуты. Я встал, когда глянул. Это не я. Который зашел и вышел. Это совершенно другой человек. Бог меня все вот так повернул. Мгновенно. Я не могу встать с колен. Я прошу слезный дар. Бог дал. Я не могу слезы остановить. Это рождение. И дальше у меня никто еще мне не говорил. Надо идти свидетельствовать. Я только через бальс Божьего шагнул. И сразу первому матросу начинаю говорить. Живем неправильно. Христос умер за нас. У меня как огненная лава полилась из меня. Но я знаю это в церкви. И мне сразу Бог это положил. Сразу. Я там всех, где пошел, никому не прислонился. Слушаю. Изначально вас не церковь. Изначально вас побудил Святой Дух. Можно так сказать. Что-то перервалось ваше слово. Еще повторите потихоньку. Изначально вас побудила не церковь, а Святой Дух конкретно. Святой Дух. Потому что я избранник. Посмотрите. Мне нравится Сурожский митрополит. Как он свидетельствовал в своем обращении. То есть он говорит. Услышал проповедь священника о Евангелии. И сказал. Я сейчас пойду найду Евангелие. И чтобы лично убедиться, что это полная хинея. То есть священник на него не произвел никакого впечатления положительного. Он взял, пришел домой, нашел Евангелие, открыл Библию. И говорит. Я понял. Когда прочитал Евангелие от Марка. Три главы. Он говорит. Я понял, что это Христос. Что Он реальен. Откуда он это знал? Ему не церковь это сказала. Церковь. Священник на него не повлиял. Ему это сказал. Это было личное откровение. И ваше тоже обращение. Это побуждение Духа Святого. Да. Вот. То есть. Меня не может убедить, что Библия это Слово Божие, церковь. Почему? Потому что я тоже начинаю думать. А церковь это есть Храм Духа Святого? Или это просто организация людей? Меня облуждает верить и в то, что есть церковь, и в то, что есть Библия. Святой Дух. То есть именно личное воздействие на мой Дух конкретно. И ваше же... Остановитесь. Вот дальше. Понимаете. Вот по частям что было. Вы, пятидесятники, вам Дух Святой сказал. Баптисту другое. Вот тут самое главное ваша пропасть. Мне Бог это показал, сколько сект, не церковь. Почему вам это Дух Святой не показал? Вы дальше в самообольщении находитесь. И вам показал так, а Баптист, который ему по-другому показал. Евангельские христиане, это не евангельская вера еще. Им по-другому. Адвентисту подказал. Это не Дух Святой подказал. Это твоя наклонность. Такие родители были. Мне ничего не было сказано. Я сразу умом стал искать, где единое толкование, которое было в церкви. Я пришел как раз к убеждению о церкви в толковании. Я не знал церковь. Я не ходил на нее в православную церковь. Не ходил. Я пришел путем анализа, когда нашел толкование и сравнил его с сектантским, я понял это небо и земля. То есть смотрите, я имею в виду, человек обращается к Богу, как это происходит. То есть в его дух поселяется, Дух Божий, а душа остается еще не обновленной. Разум еще остается не обновленный. Там разные мировоззренческие догмы в голове, каша. Поэтому, конечно, человек обращается и, например, в баптистской среде, он становится баптистом, как правило. Пятидесяческая, пятидесяческая. Потому что, да, есть еще, кроме откровения Духа, есть еще наши личные умствования. Я согласен. Поэтому, а вопрос, как найти истину, вы сами сказали, что и есть отличие православное, православные взгляды, есть и католические взгляды в рамках одной церкви. Это очень все-таки такой вопрос, что множество из конфессий в рамках одного движения. Нет, сейчас остановитесь тоже. Вот я сказал, я стал, сидел за столом, а на столе была клеенка клетчатая. И мне мысль была, вот клетка, это отдельное название, которое сегодня, баптисты, адвентисты, там, именники. И я решил дойти где, когда, Христос говорит, во все дни до скончания века, ну в какой клетке-то он, сегодня не знаю. Я решил узнать, можно, когда она была одна. Если его там не было, Христос, это не Христос, был обманщик. И я дошел, когда было одно, когда не католическое, не православное, она одна, кафолическое, вселенское. И это я решил иметь толкование. И мне Бог дал. Корабль наш пошел в Литву, в Клайпеду, на ремонт. И в это время я вышел на берег и стал искать, и снова нашел. И нашел Блаженного Фефилакта. Вот это единственный верный путь. И я понял. А это какие годы? Повторите. Вы имеете ввиду, какие годы единства церкви? 1962 год, мне 23 года. Нет, нет, нет. Церковь единая была, это с первого века? С четвертого, до четвертого века я взял. Даже я не знал еще. Единая. Единая. Мне зачем знать толкование еретиков, которые церковь отвергла, Ариан, Разбойниче. Меня интересовала только церковь, которая осталась с церковью. А скажешь, а я хочу там знать. Значит, другой дух тебя туда ведет. Меня туда по пустыне дух не повел, а смодей. Еретики считали, что они тоже церковь, а все остальные... Я вам сказал. Повторять не надо. Я уже к этой теме не прислоняюсь. Значит, вам не дано, и все. Нам нужно сохранить хорошее отношение. Я вас не призван убеждать, а засвидетельствовать. Я вам засвидетельствовал. Мне это положено. Церковь одна. И вот это толкование одно осталось. Одно. Я нашел первым делом блаженного филакта, который я сдал в трехтомник. Все. Я стал после этого с сектантами встречаться, им говорить. Я вижу, что у них ничего нет. Меня Бог повел самым прямым путем. Вселенская церковь. А это толкование... Ну, а это толкование, оно одно. Одно единственное толкование. Ян, Златоус, это общий узел. И у католиков, и у Григориана, и Армян, это единое еще когда. А филакт больше всего на него ссылается. Вот это в предание церковное входит. А у Ариан были епископы? Где? У Ариан. Ариан. Ересь Ариан. У Ариан были, конечно, были. Конечно, были. Они тоже были церковью? Были, пока не заразились ересью. Ну, и то же самое православное, говорит, про катуху. Минутку, подождите-ка. Подождите. Так, слушаю. То же самое православные говорили про католиков. То есть, они говорят, да, у католиков есть преемственность, благодать через рукоположение. Но они еретики, потому что отклонились в ересь. То же самое... Понятно, вы сейчас сказали еретики, дальше уже на ложном основании. Дальше я просто останавливаю. Они не еретики, дальше что? Вот это интересный взгляд. Потому что все православные, с кем я встречался, говорили, что католики еретики. Ну, вот вы встретились, которые говорят не еретики. Патриарх их не считает еретиками. Алфеев, который встречается, они у них благословляются у папы. У еретиков не благословляются. Стоит... Это очень интересно. Иларион Алфеев, митрополит, благословляется у папы. Я не один. Мне не надо мнение частное где-то. Я знаю, у них сохранено рукоположение, на остальное мне здесь уже не смотреть. Но я ему сказал, в чем они не правы. Я говорю о католиках в данном моменте. Повторяю, я ни разу за 53 года не спорил с католиками. Никогда. Если вы считаете, что они в чем-то не правы, почему вы тогда не считаете их еретиками, если Ариан все-таки признали ее еретиками? Церковь признала ересь, они не признали учения Троицы. Вот у них теперь это Фатимская Богоматерь. И у меня в книгах показано, что никакой Богоматери нет, там бесовщина. Я большой материал это выставил католикам. И это очень ясно и доказываю. Так, вот сюда все, чтобы не мешать. Так, слушаю. То есть, меня вот этот вопрос очень волнует, интересно. Почему все-таки? Все-таки вот ересь, как это называется, папизма, да? То, что папа римский глава. Примат папсо, примат, то есть главенство папы. Мы этого признать не можем. Я считаю, это единственное, с чем мы можем до конца не соглашаться. И все. Если вы не соглашаетесь, то это получается ложный учитель в вашей позиции. Ну, они берут за основание, пока не надо мешать, Петра. Петра, они считают, что Петру должны подчиняться все. Это неправильно. Ниоткуда это неизвестно. Так, но если вы считаете это уже учением, тогда почему вы не считаете их еретиками? Не надо, зачем дальше все. Я вам ответил. Я их не считаю еретиками. И все. А по идее должны. Мне дальше уже, я не рассуждаю. Я ничего не доказываю. Сказал, я с католиками не спорю. Я уже три раза повторяю. Теперь то, что должны были бы сказать от католиков вы, я все равно отвечаю одинаково. Я почему сегодня должен быть другим, чем вчера? Мой ответ тот же самый. Просто такая логика. Если Ариане, они имели епископство, но впали уже учения, их тогда признали еретиками. То же самое и католики, имеют епископство, и у них есть неправильное учение. Я говорю неправильное учение. Почему тогда их не признали еретиками? Не признали, церковь не признала. Я зачем буду гадать-то? Церковь признала Арии еретиками, а католиков не признала. Соборного решения не было. Ну зачем меня искушать-то? Я на себя буду брать. Я не сектант, чтобы свою мудрость. А я православный. Собор, ты имеешь в виду саппор, да? Щетко и ясно. Если я ответил вам, то мой ответ будет завтра и послезавтра один и тот же. А если будет собор, то вы скажете. Собор. Собора такого нету. И зачем? А если... В изъявительном наклонении история не решается. Еще был вопрос. У меня сейчас есть. Ну как будто бы все. Так. Осталось одно вам. Шагнуть и быть в церкви. Какие бы вы умные не были, вы никогда не сможете быть церковью. А вне церкви нет спасения. Вот. Почитайте труд Илариона Троицкого. Найдите, если не считали. Зарядите. И вы найдете. Иларион Троицкий. Это ближайший помощник патриарха Тихона. Он умер как мученик. Его отпустили. Он дорогой... В больничке в ГУЛАГе умер. Вот. Троицкий. Иларион. Вне церкви нет спасения. Нет спасения. Потому что Христос глава, а тело церковь. Войдите в церковь. А вы можете как-то вот это объяснить? Вот эту точку зрения, что без епископства нет церкви? Ну что объясняют? И Христос так установил. Он не говорил. Христос установил. Апостолов поставил. Апостолы руководят. Христос же знал, что они умрут. Апостолы оставили себе преемников кого? Епископов. Так всегда было. А епископы? Епископы священников, пресвятеров. Где? Титу 1.5. Вот. Об этом говорит мы... Это мы считаем в 24 главе Диане апостолов, что в каждой церкви рукоположил пресвятеров. Дело считается неоконченное. У меня соборный разум. Я решаю не сам. Церковь решила так. И я это принял. Я православный. Насчет апостола Павла вопрос, кто его... Отпадает вопрос, потому что у церкви никогда по-другому не было. И менять 2000 лет прошло. И это такое понятие у всех. У Григорина Армян, у католиков. Вопросы, в которых все одинаково, там никогда не спорят. Принимают как истину. Кто его рукополагал? Павла. Апостола Павла Бог избрал. Это единственный. Но он даже в число 12 не входит. Бог его избрал. Это изменение в церкви. Не было среди иудейских учителей того, кто мог бы понести это слово. И как мы должны быть благодарны... А можете Бог избирать это слово наше? Я повторяю, сейчас закончу мысль. Как мы должны быть благодарны Богу, что был такой сосуд, который отстоял нам свободу во Христе. Это Павел. Павел, паруса его дух святой надувал, как Златоуст говорит. Ему покорялась вся вселенная, он шел. И мы это приняли. Приняли. А почему мы знаем, что он апостол? Где он будет? Не надо рассуждать. Церковь приняла. Вот. Вот видите, какая точка зрения. То есть, он был апостолом не рукоположенным. Но он был апостолом. Вопрос. Могут ли появляться в наше время апостолы? Не могут быть. Не могут. Могут только еретики быть. С торогами. С торогами и с хвостом. Но он же появился? Не, не, не могут быть. Нету. Церковь, уже установившаяся ее границы. Дальше нету. Павел появился, как не рукоположник. Ну, я вам сказал. Вы успевайте обдумать. Вы быстро стараетесь в ответ, как бы. Я сказал, я не спорю. Я возвестил, повторяю снова эту фразу. Это случай единый. Это Бог так избрал. А кто рукополагал? Откуда известно, что он избрал, написано? Избрал, а не рукоположил апостолов. И его избрал. Избрал для... Давай на мой вопрос. В современном мире христианстве. Вы на послове перебиваете. Это нехорошо. Я еще говорю, на ваш вопрос отвечаю. А вы меня затолкиваете. Не надо так. Теперь и Христос избирает его. Мы даже... Или признать, или не признать. Это самый ненавистный среди мусульман. Вот. Они не любят его. Потому что послание к римлям существует. А в послании это мы находим то, что они никто. Вот и весь сказ. Его сектанты не любят. Ко мне заезжал один из проповедников баптистских. Ну, я ему какое-то разложил, показал, как... Он вот это все Павел натворил. Наконец он сорвался и пошел против Павла. Вас... Ну, я вас не знаю. Сектантам. Одним апостолам Павла можно 10 раз переворачивать, как парализованных. Вы не ответите ни на один вопрос, который Павел поднимает. Я уже не говорю к римлянам и к евреям. Два послания хотя бы. Секта – это узость взгляда на истину. Узость. Такое вот... Суббота, суббота, все субботники. Ухватились и Егова. Егова, Егова уже еговист. Он больше ничего не видит. А что у Бога 500 имен, он даже и знать не хочет. Что суббота образно показывал на воскресенье. Зачем ему знать? У него суббота. И везде такое. А у православия – это полный охват. Ни одно местописание не противоречит другому. Только такое толкование можем принять. А у сектантов они толкуют как? Будет тысячелетнее царство на земле. Какое царство? Ну, а праведники вознесутся на небо. Написано «Плевелы и пшеница до жатвы». Жатва – кончина века. Объясните эту притчу. Вместе растет и никаких событий нету на одном поле. А кончина века. Легко узнать сектанта по каким признакам. Нету епископата. Первое. Ложное отношение к иконам и ложное толкование от ищения от царства. Три пункта, которые я выделил. Сразу видно – это еретик. И при том это мертво замонтировано. Мало кто вырывается из объятий сатаны. Мне недавно один, интересно, баптист. Хороший баптист. Настоящий. Мы беседовали давно-давно, 30 лет назад с ним. И он в Америке теперь. И говорит. Недавно в таком отдаленном где-то месте были. Поломалась машина. Ну, все поехали там доставать детали. А я остался. И остался, когда я стал молиться. И вас вспомнил, что мы беседовали. И он вспомнил трактовку православного ищения от царства. Началось на Голгофе. И я, говорит, увидел меня, как открылось. И я сейчас везде это, говорю, 30 лет зернышко лежало, не давало схода. Теперь он понял и всем, говорю, да как можно это говорить? Что на земле будет это учение о хелиазме. Ничего не будет. Потому что церковь на земле ради избранных дни те сократятся. Церковь войдет в годы на искушение. А вот это все ложь сектантская. Почему? Узость взгляда. Узость взгляда на истину. А что такое? Был такой миссионер, Лазарь Кунстейч, он говорил, секта, что такое? Это нечто, нечто грозное, зловещее и неуловимое. Грозное, зловещее и неуловимое. Я поясняю слово неуловимое. Ко мне приходят присвятера, адвентисты. Ну, беседуем. И они начинают говорить. Но я им легко доказал, что они не правы. Я говорю, а когда начали говорить, вот вы сейчас сказали, это от Духа Святого? О, да. А я на магнитофон все записал. Теперь слушайте. И они сразу отреклись и говорят, ну, тогда мы не правы. Но вы же сказали от Духа Святого, что сейчас-то говорили-то. Да нет, мы ошиблись. Вот теперь я тебя включу, в вашем теперь пойду и включу. Вот это зло, зловещее и неуловимое. Почему грозное? Потому что она не признает ни старшего, никого. Это страшная зараза. А почему зловещее? Потому что там сияет пропасть Дафана, Верона и Корея. И неуловимое все время меняет и меняет свое учение. Я только одно знаю хорошее изменение. Было адвентистство седьмого дня. У них не было учения о троице, а сейчас приняли. Я не слыхал такого даже. Первое в истории. Я с ними беседую. А почему? Ну, вот наши братья исследовали. Ну, а ты сто лет-то вы учили, что нет троицы. Куда деть-то? Вы чего мудрите? Мудрее церковного разума хотите быть? Вы хорошо делаете, что делаете здесь предание. Павел говорит, а кто вопреки преданию, имейте его на замечании? Предание церковное научило нас совершать крестное знамение, Василий Великий говорит. В этом сила великая. Я с сектантами когда беседовал, я говорю, а вы видели когда-нибудь во сне дьявола? Женщина говорит, да я обидела. Я говорю, а как ты отбила? Да никак. Я тогда взяла его и перекрестила. Я говорю, да у вас этого нет? Он говорит, сразу опрокинулся и провалился. Да у вас же этого нету. Ну, вот, говорит, я во сне перекрестилась. Я братьям сказала, так они говорят, это грех даже во сне. Потому что слуги дьявола просто. Я бы тоже подобная вещь слышал. Это оружие на дьявола. Другая концовка есть. Мне тоже человек рассказывал, он видел дьявола и перекрестился. А дьявол ему сказал, и что ты думаешь, я сейчас уйду? Ты же жил в грехах. Как жил во грехах, так и остаешься. Поэтому я и останусь. Это правильно, правильно. То есть крест на земле не помогло. Вот сон от Бога только тогда, когда видишь крест. Это сто процентов сон от Бога. Дьявол крест не может показать. Не может. Он может залезть на него, но показать не может. Так вот, это интересная мысль. В том, что вот рукоположение апостолов. То есть тренадцать апостолов, их поставил Иисус Христос. Но апостол Павел, он не был, как вы сами сказали, апостолом, поставленным Христом лично. То есть он был поставлен Христом, но не при жизни земной. Да. Он так и говорит, разве я не апостол? Он сам говорит, не видел ли я Господа? Тогда вопрос возникает. В современном христианстве, почему, если тогда это было возможно, почему сейчас невозможно появление новых апостолов? А почему новое Евангелие может... Давайте дальше. А почему не может быть написано новое Евангелие от Алексея, от Игнатия? Может быть. Да может, что угодно бредить умом-то. Не надо. Дурью маяться не надо. А почему другой Христос не придет? Тут что угодно можно городить. Исполнять нужно то, что у православных такая мысль не возникает. Только у юридиков. А почему? Да потому что закончилось все. Дальше идет развитие. Аргументация. Аргументация, что закончилась. Аргументации никакой нет. Вы или принимаете, или не принимаете. Весь нет. Теперь понятно. Так я вам сказал, смеяться не на чем. Это очень серьезно. Это нельзя смеяться. Нет, ну я... Янгратаус говорит, ты смеешься, рот разеваешь. Не думаешь, что в тебя дьявол скочет? Поэтому будьте очень осторожны. Праведник едва говорит, улыбнется. А нечестивый в смехе обнажает зубы. Я согласен. Так что, посерьезнее. Мы разговариваем о очень великих вещах. За этим стоят сотни миллионов людей. Всегда хочется, чтобы была аргументация. А аргументации нет никакой. Допустим, троица. А какая аргументация? Троица и все. По Писанию можно... Да нельзя доказать по Писанию, что Отец равен Сыну, равен Духу Святому. Нельзя. И что единосущий на Отцу нельзя доказать. Нельзя. Нельзя. И поэтому Церковь приняла, и мы принимаем. Первый Семеновский Собор. То, что Бог в триедин, мы можем это доказать. Это можем доказать. А дальше зачем нам вникать? Кто там больше, кто меньше, кто что? Вот видите, вот и все. Зачем вам вникать? Возьмите эти слова, поверните назад к себе. Зачем вам? Бог дал апостола, и на этом все закончилось. Две тысячи лет не было. Это важно. Смотрите, те вопросы не важны. Монофилиты, монофизиты. Это разделение. Только разделила Церковь. Не похож на вопрос. А это вопрос важный, потому что если сейчас могут появиться апостолы, от них можно получить рукоположение. Вот, это очень важный вопрос. Очень важный. Будет Виссарион в Красноярске? Аум Сенрике будет? Саентология будет? Хабарды будут? Ничего больше не будет. Мы говорили, это уже вы просто смеетесь. А вы очень молоды. Нет, нет, я не смею смотреть. Это очень важный вопрос. Вы говорите... Вам сколько лет? Под шесть. Ну вот вы на три года старше, чем я, когда обратился. Но такие вопросы я не задавал никогда. Заметьте, у нас уже большая разница. Так я задал этот вопрос, почему? Потому что вопрос о священстве мне очень сильный. Не по этому, потому что вы находились не в церкви, вольнодумство, туман вольнодумства, он застилает глаза. Вот почему, я вам ответил. А не потому, что вы такой умный. Это сатана путает вас. Не надо это допустить. Даже не допускайте мысли такой. Не надо. Мысль подошла, ты ее выбросишь. Не от Бога это. Не у Златоуста, не у кого такой мысли не было. Зачем она вам подходит? Это от дьявола. Насчет чего? Чтобы, а может сегодня нового изберет, Бог рукоположит. Вот это от дьявола мысль-то. Ну, давайте я полностью скажу, чтобы, может, не правильно. Я ответил, все, на этом. Вы не поняли, больше разговора нет. У вас больше вопросов нет, вы выдумываете их уже. Нет, вы неправильно меня поняли. Все, прощаемся. Выключайте, до свидания. С Богом. Спасибо. Так, не запрещай, пошли туда.